У меня в последнее время очень много встреч в самых разных коллективах, в самых разных населенных пунктах, и городах, и сельских поселениях, в самых разных учреждениях, но везде вопрос здравоохранения, вопрос медицинского обеспечения в взаимоотношении с врачами, у людей, да и внутри самих медицинских коллективов, это самые сложные вопросы, это самые сложные вопросы, вызывающие сразу эмоции. То есть доходит порой до удивительных ситуаций, когда врачи просят меня придумать закон, по которому граждане могут жаловаться на качество медицинской помощи не больше пяти раз в год. Это звучит смешно и абсурдно, это невозможно, это конституционное право каждого из нас жаловаться, сколько будет необходимо, чтобы что-то изменилось, но это очень красноречиво иллюстрирует этот градус накала, который существует в самых разных аспектах, связанных с медициной. У нас был разговор с министром здравоохранения края Немиком и, собственно, по моему предложению, спасибо ему, он откликнулся, он как раз и посещает и город Назарова, и Боготов с тем, чтобы провести вот такие рабочие встречи здесь на месте, ни по видеосвязи, ни в отчетах и справках, да, а конкретно вот здесь на земле. Очень важной частью этих встреч в каждом из городов это разговор с жителями городов, с гражданами, с представителями общественных структур, да, но не с профессионалами от медицины, а именно теми людьми, которые и говорят о том, как это по правде происходит, почему вот сейчас что-то сломалось, и почему врач и пациент вдруг стали врагами. В некоторых случаях другого слова просто не подберешь. Главный врач говорит о том, что министр все прекрасно представляет, и не надо его специально вести в урологическое отделение, хотя люди об этом говорят навстречу. И министр совершенно точно как бы что-то там представляет и представляет не понаслышке, но тем не менее он не каждый день бывает в Назаровой, и не каждый день встречается с жителями Назарова, да, и вот всю специфику, все проблемы и всю боль, которая звучит в словах, в обращениях, на эмоциональном языке, не только словами, да, он тоже должен ее услышать как профессионал, он главный чиновник в этой отрасли, он должен это знать, должен это видеть, должен это слышать здесь, должен это понимать, понимать в чем причина, разбираться в этом, искать эту причину, ну и справлять в конечном итоге. Продолжение следует...